Всем привет! Сегодня чудесное осеннее утро, тепленько, светит солнце, и я качусь по рабочим делам и в гору в мотоэлемент. Но сегодня как бы не об этом, а я хотел вам рассказать одну историю, которая вызывает у меня какие-то вопросы, и хотелось бы узнать ваше мнение. История простая, я спросил, звонил человек и спрашивает, просто подшипник. Я говорю, ну посмотрим, какой, куда, и говорит, что это подшипник вторичного вала в коробку передач мотоцикла. Ну я такой, окей, какой там номер, где, какой мотоцикл и так далее. Значит, с его слов я забиваю маркировку подшипника в интернет, чтобы понять, что это вообще за подшипник. Ну и получается, что это не совсем обычный подшипник, он двухрядный. Я такой смотрю, что как бы, ну, заменителей нет, прям так, чтобы быстро в наличии. То есть что-то придется, естественно, искать под заказ, скорее всего, просто даже оригинал. Ну это пару недель стабильно, а то и три. Начал смотреть по цене, ну, где-то 70 долларов только он стоит в Америке, там, в оригинале, да, то есть. Ну и плюс еще какая-то доставка, привет. Ну, супер, там под сотен где-то выезет. Ну, этот человек задает вопрос, а вообще, как бы, какие размеры подшипника? Я говорю, ну, вообще, по идее, 25-52 на 20. Ну, я говорю, таких нет. Он говорит, а есть, типа, ну, меньше. Я говорю, ну, есть на 15, это, скорее всего, будет однорядный подшипник. Стоит он, как бы, ну, нифига не сотку паксов, стоит он гораздо меньше. На что человек говорит, типа, а можно его заказать? Я говорю, а такой у вас мотоцикл? Полосакий Ninja 600. Я говорю, знаете, наверное, нет. Ну, почему? Я говорю, я не хочу, чтобы вы ставили в коробку подшипник, который вам в целом-то не подходит по характеристикам, потому что, блин, ну, серия у него не та, у вас двухрядный, вообще должен стоять. Вы хотите поставить однорядный, если вашу коробку где-то по причине выхода из строя подшипника заклинит, то, как бы, виноват буду я. Он говорит, нет, типа, я под свою ответственность. Ну, тут есть один нюанс. Если коробку заклинит и ничего не произойдет, то есть, ну, ее там помолочит, ну и пофиг, да? А если это произойдет, например, на скорости, то развивает подшипник, он начинает рассыпаться, что-то куда-то пошло не так, заклинивает вал, заклинивает цепь, колесо в ют, и до свидания. Я, например, на себя не хочу брать такую ответственность. Я просто что сделал? Сказал человеку так. Есть вот номер подшипника вот такой, который вам не подходит, но по размерам он станет. Можете купить его где-нибудь в другом месте, потому что я вам его не хочу заказывать и продавать, потому что он, ну, потому что он реально не тот. Вот вопрос. Как в такой ситуации вообще поступать? Как вы считаете вообще? Ну, стоит ли продавать то, что хочет человек, хотя я знаю, что 100% оно не подходит, либо отказывать? Я принял решение отказать, потому что я считаю, что это очень опасный ход, и это нифига не шутки. Так что жду ваши комментарии и ваши мысли по этому поводу. Хорошего дня, пока!